добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики гости канала сегодня пятница 3 июня 22 года я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем говорить о политике сегодня хотела бы обратить ваше внимание на санкционные списки евросоюза против россиян потому что эти списки окончательно и бесповоротно превратились политическую сатиру и гротеск так как сегодня наряду с именами государственных деятелей чиновников сановников политиков и начальников судей в этот список была также включена на мой взгляд на основании сообщений в бульварной прессе никто иная как алина марата накабаева об этом нам любезно сообщил сам главный дипломат евросоюза жазеп баррель по этому случае он даже выпустил пресс-релиз в котором он выделил имя алины маратовны жирным курсивом чтобы не упустили а упустить не мудрено поскольку сегодня были оглашены новые имена дополнение к основному списку то есть сегодня добавили 65 персон включая кабаеву 65 персон и 18 идентичности то есть организации банков ассоциаций и соответственно этот грандиозный список дорос до цифры тысяча сто пятьдесят восемь персон и 98 идентичности то есть конечно вы догадываетесь о том что интерес к этому списку совершенно угас поскольку большинство этих имен не известно широкой публике это люди которые известны только узким профессионалом так это было и сегодня потому что эти 65 человек 64 человек это в основном военные которые ведут боевые операции на украине соответственно это люди которые известны в своих кругах и эти имена ничего не говорят широкой публике не на западе не в россии и мне представляется что конечно это было попыткой привлечения интереса к этому унылому списку в полном смысле слова потому что представляется что это за список бесконечный в тысяча сто пятьдесят восемь имен и соответственно это был небольшой всплеск время это расчет на небольшой всплеск интереса к этому списку включения кабаева тем более что это включение было совершено на основании целой компании в сми которые активно цитировали бульварную прессу и желтую прессу и соответственно жазе баррель конечно как дипломат не мог бы включить алину маратовну в этот список цитируя дословно бульвар то есть он вынужден был и еврочиновники вынуждены были как-то я бы сказала облагородить то что писала бульварная пресса и поэтому они занесли к по его как близкую сотрудницу президента путина а чтобы они еще могли там написать потому что если бы они написали что-то иное то есть дословно процитировали бульварную прессу то конечно она могла бы пойти в суд но на самом деле что касается этого этого пиара пиара этого списка то конечно интерес будет кратковременный но ущерб будет я бы сказала перманентной потому что конечно встает вопрос о том насколько серьезны критерии включения в этот список то есть представляете если проводится кампания в средствах массовой информации и в ходе этой кампании цитируются некие бульварные издания и потом этот человек я имею кабаеву попадает в этот санкционный список как мы можем предположить на основании этих цитат бульварной прессы это соответственно конечно это открывает широкую дорогу для того чтобы оспаривать эти меры в люксембургском суде и об этом хотел бы с вами поговорить потому что на самом деле широкую дорогу проложили иранские бизнесмены они упорно боролись и они побеждали в люксембургском суде не путать со старосбургским судом по правам человека потому что люксембургский суд это организация скажем так эта инстанция евросоюза который является над национальной и независимой люксембургский суд состоит из двух судов фактически один это узкопрофессиональное собрание судей которые работают вместе с национальными судами то есть они в рамках своей профессии выносят решение как толковать те или иные законы насколько соответствуют те или иные законы новые законы кадру евросоюза и так далее то есть это узкопрофессиональная организация которая обслуживает фактически евросоюз и второе у меня второй суд это тот суд куда подали жалобы абрамович петр авин и другие по моему мардашов также писали подал жалобу это суд общего плана то есть суд куда могут подавать жалобы и организации частные лица и и моральные лица как используют этот термин в объявлении то есть моральные лица это как по собрание собрание листу скажем банк или ассоциации так далее это моральное лицо это собрание физических лиц как там написано юристы меня поправит у нас их также немало и то что хотел сказать что иранские бизнесмены проложили дорогу потому что они не только защищали в этом суде свои интересы они также вели информационную войну против евросоюза и против сша и в этом суде они даже выигрывали тяжбы против американского государства то есть это конечно делает этот люксембургский суд необыкновенно интересным с точки зрения ведения именно информационных боев и это совершенно я бы сказал оправданно что бизнес пошел в этот суд к сожалению слишком мало кто обратился я думаю что все бизнесмены из списка должны следовать примеру иранцев потому что эти санкции в основе своей неправомерны поскольку невозможно судить людей на основании их политических убеждений это охота на беден и конечно то что касается этого списка то большую проблему представляет молчание российских политиков поскольку в их случае жалобы в этот суд представляют не столько и не только какой-то практический интерес сколько политические потому что этот суд превращается в трибуну в трибуну введение полемики то есть хотя там нет заседаний то есть это это эти заседания проходят скажем так на основании изучения документов то есть там нет слушаний но тем не менее сам факт введения таких дел и победы имеют колоссальное значение в информационном плане в плане работы с общественным мнением и к сожалению российские политики такой деятельности не виду то есть они вообще не склонны к полемике я это объясняю тем что в советском союзе не было политологии как науки то есть политика как наука была запрещена была только марксистская марксистско-ленинская догма и соответственно на западе политология развивалась а в ссср нет и соответственно это большое упущение потому что наряду с другими науками которые были запрещены скажем как кибернетика она была также объявлена лженаукой и генетика и многие другие вы знаете то что произошло в 30 и 40-е годы и это оказало крайне негативное влияние на развитие различных наук различных областей знания и в частности на политический процесс и поэтому на мой взгляд российские политики не склонны и не владеют искусством ораторским и полемикой и вы видели это сами неоднократно в частности недавно но не так давно скажем был диалог между президентом путиным и сергеем нарышкиным это было незабываемо конечно мы понимаем что для президента путина это было все равно что укус комара потому что он привык к людям и ему как говорится не впервые к людям у которых когнитивные проблемы он несколько часов общался как вы помните с джо байденом и когда он вышел он рассказывал о том как байден ему рассказывал про свою маму так что у путина есть такой психоаналитический опыт который он применил и в отношении нарышкина вы помните как путин оптимистично и настойчиво задавал нарышкину наводящие вопросы и пытался отыскать среди его нейронов заблудшую где-то там мысль я лично не была столь оптимистично когда я слушала мычание нарышкин мне показалось вообще что его мозг пребывает вегетальном состоянии но это моё личное впечатление я видимо не оптимистка и соответственно это пример тому что российские политики совершенно не склонны и не владеют ораторским искусством они не занимаются полемикой и это колоссальное упущение потому что это не дает им возможности вести ответные действия в той колоссальной информационной войне которая развернута против россии то есть настоящий момент использование возможности трибуны этого люксумбургского суда российскими политиками упущена в силу их некомпетентности которую мы неоднократно наблюдали и наблюдаем и соответственно можно предполагать что исключительно бизнес пойдет в этот суд я не думаю что кто-то другой скажем военные естественно не могут самостоятельно этого делать за них это могут делать военные организации но кстати именно они могут это делать поскольку военные организации скажем организации ветеранов они имеют с одной стороны мужество и с другой стороны у них есть определенная подготовка вы видите это на примере коношенкова которые наверное единственный всех его пресс-персон всегда предельно лаконичен и он логичен и лаконичен скажем так поэтому с моей точки зрения это не только бизнес но российские военные через вернее при содействии ветеранов могут идти в люксумбургский суд а для того чтобы вести политическую борьбу для того чтобы включиться полемику потому что конечно я лично категорически возражаю против того чтобы людей включали в какие бы то ни было санкционные списки из-за их политических убеждений я думаю что политические убеждения это право то есть это есть право человека с одной стороны с другой стороны политические убеждения не нужно продвигать в дискуссиях они в санкциях что думаете по этому поводу вы во время 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 этого сегмента как мне любезно подсказали я не должна говорить мое время этого сегмента подходит концу я надеюсь что вам это было не безинтересно пожалуйста пишите что вы думаете про люксумбургский суд про то что российские политики не входят не вступают в полемику они защищают свою позицию позицию своей страны они защищают а права человека потому что право на политическое мнение до права человека и конечно что вы думаете по поводу действий российских олигархах космополитов надеетесь ли вы на то что они победят и желается вы им победы я жду ваши комментариев пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте писать слова благодарности блогера не очень важны я веду этот блок не для себя а для вас я также благодарю всех тех кто находит время для ведения полемики для больших обширных комментариев кто делится своими мнениями впечатлению пожалуйста обязательно пишите из какой вы страны или с какого города потому что у нас сейчас уже более 100 стран это очень интересно знать кто откуда как я говорила у нас теперь подключается к моему каналу даже латинская америка что очень приятно у нас уже были в прошлом году новозеландские и австралийские собеседники то есть видите мы идем с восток на запад и конечно я хотела бы сказать особые слова благодарности всем кто поддерживает мой канал донатами спасибо большое за ваш элегантный жест ваши имена будут в первом закрепленном комментарии